Татьяна, здравствуйте! Какую главную мысль вы бы хотели сегодня донести ребятам? Наверное, одно из главных, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь, и это поможет вам сломать абсолютно все границы. Отлично! Тогда давайте пройдем в студию. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Мне только спросить». Самые пытливые детские умы собрались здесь, чтобы узнать все секреты и тайны самых интересных и успешных людей Краснодарского края. Ребята, давайте поаплодируем. Сегодня с нами действующий чемпион России и полуфиналист мирового чемпионата Бористо Татьяна Фукс. А времени у нас не так много, поэтому давайте начнем. Татьяна, как так случилось, что вы стали Бористо? Татьяна, какое у вас образование? Вряд ли бы вы учились на Бористово институте. У меня педагогическое образование. По образованию я учитель русского языка и литературы, но я очень люблю кофе. Год я поработала по образованию, даже по второму, в детском саду, музыкальным руководителем. Второе образование у меня не оконченное высшее. Это музыкальный руководитель, также педагогический. И это на самом деле дало очень много вдохновения, потому что ничто так не вдохновляет, как дети. У вас невероятная энергетика. И очень просто было рассказывать гостям о том, что ты любишь, потому что тебе нужно просто быть таким же искренним, как и дети. Спасибо. Давайте перейдем ко второму вопросу. Он от Кристины. Часто клиенты, заказывая кофе, говорят, что им нужно приготовить его побыстрее. Татьяна, скажите, пожалуйста, вас это раздражает? И если бариста будет работать быстро, то есть вероятность, что кофе получится невкусным или не таким, каким должен? Меня это не раздражает, потому что у нас у всех своя ценность времени. И если человек спешит, то его минуты действительно для него очень важны. Но наша задача – дать ему такой продукт, такой классный напиток, который поможет ему в дальнейшем более эффективно проводить свой день. И наша задача при обучении бариста, так как у нас есть своя кофейня, мы обучаем бариста и нацеливаем их на то, чтобы напитки были не только вкусными, но и также без потери качества отдавались очень быстро. Это одна из целей при подготовке и обучении. Как вам при обдумывании того, как более качественно раскрыть вкус кофе, пришла идея создания специальной кружки с разными стенками? И насколько сильно это впечатлило судей и повлияло на конечную оценку? Такая идея у меня появилась благодаря напитку, который подается в этой кружке, потому что эспрессо – очень многогранный напиток. Это один из моих любимых напитков. И при подготовке до этого к различным чемпионатам я дегустировала из разной посуды. Иной раз очень сложно определиться, что я именно из этой чашки хочу подать. Мне хочется оставить и этот край, и так, чтобы он был тонкий и изогнутый, потому что кофе раскрывается по-разному. Чем богаче кофе, тем у него больше шансов, интереснее раскрыться в такой посуде. И поэтому мне хотелось совместить вот этот классный опыт, который я смогла получить из разной посуды, но при этом в одной чашке, и продемонстрировать это судям. И я получила очень хорошую обратную связь от судей, потому что это действительно имеет место быть, и кофе получается таким ярким, каким я его и хотела донести. Когда кто-то готовит кофе, замечаете ли вы ошибки других бариста? Если да, то какие самые частые? Конечно, ты автоматически начинаешь подмечать эти ошибки. Это такая небольшая профдеформация, когда ты уже не можешь просто спокойно зайти в какое-то заведение, а ты замечаешь то, насколько чисто на баре, насколько качественно работает бариста. И со временем ты даже по звуку взбитого молока, как взбивается молоко, понимаешь, насколько качественно или нет, это качественно получится пена по итогу. Но стараешься это отпускать, не пропускать через себя, потому что ты все-таки пришел насладиться напитком, а не контролировать других бариста. Но при обучении ребят я всегда им говорю, что бар – это ваше лицо. Поэтому вот гость заходит, вам кажется, что он ничего не видит, на самом деле гости видят все. И нужно, чтобы было вот… Когда мы приглашаем гостей, так себе домой. Мы хотим, чтобы дома было чисто, уютно, убрано. Переживаем, если дома беспорядок. И здесь то же самое. К нам приходят гости, и на баре должно быть так же чисто, уютно и убрано, как бы ты хотел, чтобы было у тебя дома, когда ты принимаешь гостей. Спасибо. Татьяна, а почему Омни кофе подходит и под эспрессо, и под фильтр? Как обжарщики добиваются того результата, чтобы кофе под разные способы заваривания получался одинаково хорошим? Честно говоря, я еще не пробовала обжарку, которая Омни, которая была бы действительно хороша и там, и там. Она может подходить и под эспрессо, и под фильтр, но зачастую она не раскрывает полностью весь потенциал кофе. Когда я пробую кофе этой обжарки в фильтр заваривания, я понимаю, что если бы было немного по-другому обжарен кофе, именно чисто на фильтр с этой целью, то он бы раскрылся еще ярче, еще интереснее. Это, конечно, момент универсальности, что ты можешь и в эспрессо, и в фильтре его заварить, но здесь нужен очень высокий профессионализм бариста, очень широкие настройки, которые мы можем менять. То есть должно быть оборудование, которое будет более точным, чтобы мы могли поменять и температуру, в случае чего, чтобы мы могли где-то и давление, поток воды. То есть это такая техническая составляющая, которая достаточно сложная. И мне кажется, что на данный момент лучше все-таки отдельно работать с обжаркой, которая под фильтр, и отдельно обжарка, которая под эспрессо. Если говорить про то, как обжарщики этого достигают, то это как, не знаю, с хлебушком. То есть там происходят все те же реакции. Когда мы выпекаем хлеб, и когда мы обжариваем кофе, с продуктом происходят абсолютно те же самые реакции. Он увеличивается в размере, он начинает сначала желтеть, потом покрывается такой коркой. С кофе происходят все те же самые реакции, и обжарщики просто знают определенные нюансы, какие нужны для эспрессо. То есть он должен получиться более сладким, более плотным, менее кислотным, чем под фильтр. Под фильтр получается наоборот. Кофе должен быть более чистым, более кислотным при обжарке, и они стараются это совмещать. Но, опять же, повторюсь, мне кажется, что это пока не до конца раскрывает весь потенциал кофе. Спасибо. А давайте перейдем к следующему вопросу от Даши. Татьяна, почему процесс приготовления напитков можно называть искусством? Ну, как минимум, вот арт, если возьмем, наверное, самое популярное, когда нам подают чашку капучино, и мне какой-то определенный рисунок. Здесь это действительно искусство прям в чистом виде. Мы сначала готовим эспрессо, затем, начиная вливать молоко, даже, ребят, когда обучаем, представьте, что вы художник, и вы рисуете себе фон, да, он должен быть однородный, он должен быть без каких-то разводов, и уже затем мы начинаем четкие элементы вырисовывать в чашке. В итоге получаем какой-то интересный рисунок, и у гостя действительно, раз он замирает сердце, он там улыбается, и это, в принципе, наша цель – поднять ему настроение. При приготовлении кофе с точки зрения вкуса, на мой взгляд, это тоже очень большое искусство, потому что искусство, оно все-таки о вкусе человека тоже, да, то есть вкус с точки зрения эстетики, с точки зрения какого-то восприятия, сенсорного нашего общего восприятия, и с тем, что у каждого свой вкус. Кто-то любит более кисленький кофе, кто-то любит, наоборот, чтобы было больше горечи, кто-то любит вот баланс, чтобы была и сладость, и кислотность, и все в этом кофе. И каждый под себя может, как бы, настроить тот или иной кофе и подавать его именно таким, каким он его видит, каким бы он его хотел донести до гостя. Поэтому каждая чашка кофе – это своего рода искусство. И с точки зрения эстетики, и с точки зрения вкуса, который внутри чашки. Спасибо. А как часто вы проводите каппинги? И как думаете, есть ли смысл их посещать? Человеку, который просто любит кофе, но мало в нем разбирается. Сейчас, к сожалению, не так часто, но на данный момент мы создаем пространство, которое будет нацелено не только на кофе, но и в целом на вкус. То есть это будет такое, как бы, пространство для вкуса, которое мы хотим объединить как профессионалов, которые связаны с кофе, чтобы они могли проводить дегустации, также и то, что касается чая, какао и других напитков. Может быть, дегустация определенных блюд. И тогда любители всех этих напитков и блюд смогут приходить, дегустировать и обсуждать это. Потому что мы все-таки живем в эпоху такого осознанного потребления, которое отвечает и нашему направлению спешлти кофе. И очень здорово то, что люди сами хотят глубже копаться в том, что они потребляют. И каппинги – это как раз один из инструментов углубиться в то, что мы постоянно пьем, и разбираться в этом лучше. Спасибо. А есть вопрос у Жени Пупышева. Идеальный бариста. Какой он? Горящий. Когда ты очень любишь то, чем ты занимаешься, и ты хочешь этим делиться, тогда ты будешь стараться, чтобы твоя работа была максимально классной, продуктивной, чтобы к тебе возвращались гости, возвращались люди, и чтобы ты им передавал вот это свое вдохновение и дело, которым ты горишь. Для меня это, наверное, так. Это будет отражаться на всем. И на профессионализме, на чистоте, на скорости, потому что, опять же, он как профессионал будет ценить время своих гостей. То есть вот, наверное, в этом. Хорошо, спасибо. Татьяна, вам не кажется, что создание идеального вкуса кофе зря? Вы подстраиваете помол, подогреваете молоко до 55 градусов, а человек наливает тройную порцию бананового сиропа и уходит счастливый. Не кажется ли вам, что это какое-то неуважение к исходному продукту? Нет, мне кажется, у кофе, на мой взгляд, есть главная миссия, чтобы вы купили и выпили. И он свою главную миссию выполняет. Человек уходит счастливым, отчасти это тоже наша цель. И у хорошего бариста, особенно если у него есть гость, который его постоянный, всегда есть по умолчанию такая ветка, когда ты приводишь гостя к тому, что он пробует капучино свой, да, там просто с сахаром, с одним сахаром уменьшаем, да, дозировку. Затем он просто пробует кофе и молоко и понимает, что это само по себе очень гармонично и сладко. Здесь же то, с какими целями каждый из нас приходит. Главное, чтобы кости оставались счастливыми. Друзья, а времени у нас осталось совсем немного, поэтому мы зададим нашему гостю короткий блиц-опрос и закончите фразу коротко. Место на планете, куда я очень хочу попасть? Колумбия. Три фильма, которые обязательно нужно посмотреть? Облачный атлас. Дом озера и Маленькая принцесса. Свободное время я стараюсь. Отдыхать. Любимое блюдо? Карбонара в нашей кофейне. Чтобы быть счастливым, нужно? Любить то, чем ты занимаешься и близких людей рядом. Сегодня я чувствовала себя у вас? Очень уютно. Большое спасибо вам, Татьяна, за столь интересную и полезную беседу. Ребята, давайте поаплодируем нашему гостю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok